Ну, уже наш спор показывает вот ряд вещей. Во-первых, кризис парламентаризма, в общем, перманентный кризис, 25 лет, связан с тем, с кризису идентичности парламентской деятельности, чем должен заниматься парламент, его место в обществе, его место в обществе, продуктивность парламента. Вот не случайно возникли вопросы о реформе парламента, так, его действительно надо реформировать, но не так, как нам предлагает сегодня руководство парламента, а несколько по-другому. Второй момент. Значит, есть праздные общества, а есть общество продуктивное. Вот феодальные общества, они были праздными, потому что они больше праздновали, чем работали. Поэтому они жили по-феодальному, не было больших городов, не было заводов, не было автомобилей, не было самолетов и так далее. Вот мы, скорее, сегодня общество праздное, нежели продуктивное. Потому что у нас сокращаются рабочие места, у нас останавливаются заводы, никто не хочет работать. А зачем работать за копейки? Все хотят отдыхать, либо красть. Я читаю ленту за эту неделю. У нас все в политику идут. У нас каждый день создается по партии. А я не вижу информации. У нас создаются рабочие места. У нас есть информация о том, что в один день создали аж две партии. Я добавлю, у нас на довыборах 17 числа на 7 мест сотни претендентов. Да, совершенно верно. Так вот, аж две партии в один день. Там 10 человек, одна группа, они же две партии создали. А завод открыли или нет? Один, хотя бы, вот за последний год. А стартап открыли или нет? По крайней мере, новостей нет таких. Это путь, ну я же понимаю, это не производительный труд, политический труд. И вот это перепроизводство политического труда и перепроизводство политики, оно просто губит страну. Потому что стоимости нет. Национальное богатство падает, зато уровень, точнее, богатство в политике растет, количество политиков растет. Все хотят в эту политику туда любой ценой, чушкой, чучелом, тушкой, любой путем пробраться в эту политику. Это что-то ненормально. Значит, надо с этим бороться. Бороться не с праздниками, не с святами, не с выходными. Потому что, знаете, на выходные у нас не все отдыхают. На выходные люди работают, на своих, на немонетарной экономике это по-научно называется, на своих приусадебных участках, потому что им зиму надо выживать. Они солят, сейчас вы картошку сажали, а осенью будут огурцы мариновать, помидоры мариновать, потому что зимой же надо что-то есть. Так вот, не все у нас отдыхают, но людям надо рабочие места создавать. Не создадим рабочие места, люди будут памятники, памятники будут сносить, потому что они молодые ребята, у них кровь, у них гормон, им надо работать. Рабочих мест нет, политику ходы уже тоже забитые, значит они будут возле памятников. Будет черт, потом будет еще один памятник. Война, война как, секундочку, Майдан как место работы закончился, а война это тоже место работы, тоже закончилось, так, потому что большой войны нет. Дайте людям работу, дайте землю им, что вы землю им не даете, дайте по 10 гектаров.